Гостели радиокомпания Волгоград ТРВ и РУСФОНД продолжают совместную акцию помощи детям. У шестилетней Насти Рогачёвой из Михайловки ДЦП. Девочке необходим курс лечения. Чтобы помочь Насте, необходимо отправить смс-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Долгожданная кореглазая малышка в семье Рогачёвых появилась 6 лет назад. Единственная дочка буквально купалась в нежности и любви родителей и трёх старших братьев. Домой из роддома Настю выписали как здоровую, но мама уже через месяц заметила изменения. Стали наблюдать, что у Насти отмечается слабость правой ручки, и она не берёт, как бы старается оградить правую ручку. Ну и на локоточке у нас с рождения был как бы маленький синячок. На это не придали значения, он через 2-3 месяца сам по себе прошёл. В областной больнице специалисты подтвердили, у девочки ДЦП, гемипаритическая форма. После реабилитации в местных клиниках Настя пытается брать предметы правой рукой, стала ходить и говорить, правда, с некоторыми звуками пока ещё возникают трудности. Ежедневные занятия на тренажёрах, массаж и гимнастика дают хороший результат. Важно его закрепить. Насте могут помочь в Институте медицинских технологий, но лечение дорогостоящее. Настю необходимо госпитализировать для восстановительного лечения. Надо снизить патологический тонус мышц в её правых конечностях, развить мелкую моторику, координацию движений и речь. Стоимость лечения 199 430 рублей. Таких денег в семье нет. Чтобы помочь Насте, читатели газеты «Коммерсант» и сайты русфонд.ру соберут 130 430 рублей. Не хватает 69 тысяч. Поучаствовать в судьбе ребёнка можете и вы. Достаточно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Сегодня день особенный. Много в нём улыбок, подарков и букетиков. И яскольких спасибо. Сегодня Настя с мамой активно готовится к школе. Учит буквы, цифры, старается писать. Благодаря ежедневным занятиям линии получаются очень ровными. Правда, пишет Настя вынужденной левой рукой. А недавно малышка выучила новое стихотворение. Юлия Черничкина, Ольга Вологина, Александр Беляев. Вести Волгоград из Михайловки.